То, что вирусные частицы похожи на транспазоны и обратно. Вопрос, почему иммунная система крепкая не воспринимает транспазоны как вирусы, а вирусы как транспазоны? Воспринимает. У нас, если посмотреть, например, на элкариот, у нас есть куча систем, которые одновременно подавляют размножение и вирусов, и собственных транспазонов. Например, есть такой фермент АПОБЕК-3G. Есть такой фермент, который повреждает одноцепочечную ДНК. Элементы, которые сейчас являются просто последователями одного предка, либо они до нового как-то возникают? Судя по всему, многие большинства семейств белков, обратных транскриптаз, транспазаз, эндонуклеазы, рестрикции, вот эволюционные корни всего этого, они древнее, чем предок всех ныне живущих живых существ. Скорее всего, все эти белковые семейства, семейства генов, они с нами еще в эпоху доклеточную были. Другое дело, что сейчас новые мобильные генетические элементы прекраснейшим образом происходят из перестановок различных кусков встан. Если клетка получила мутацию во время жизни хозяина определения, может ли она разнести эту мутацию по остальным клеткам? Ну, если клетка именно разносит мутацию, то эта мутация называется вирус. А чтобы клетка получила мутацию и потом перешла в следующее поколение... Вот там был один механизм копирования, когда нужно копироваться ровно после того, как прошло копирование, но еще не закончилось, и в тот момент, когда начнение началось. То есть надо сливать быстро, и нужно понять, что тебя уже прошли. Или просто нужно это делать часто, и один раз ты упадешь. А как это конкретно сделано в известных системах? Дело в том, что... Даже не в известных системах, а я бы сказал даже так, очень жестко. Как это сделано у кишечной палочки? У кишечной палочки вообще выгодно отличать, какая цепь только что синтезировалась, а какая материнская. Ну, григли... Безполезные, да? То есть они вредные? У эукариот, очевидно, да. У бактерий, у которых горизонтальный перенос генов, частенько они сделают какие-нибудь полезные гены. То есть у эукариот бывает немного полезных, но подавляющее количество вредных? У эукариот, скажем так, все транспазоны, работающие как транспазоны, вредные. Как полезные бактерии, да? А полезные вирусы? Есть такое сбривание, называется дифтерия. При дифтерии бактерия живет себе, живет спокойно на поверхности там, в дыхательных путей ничего не вызывает. А вот приходит к ней вирус и приносит с собой ген дифтерийного токсина, белка, позволяющего эффективно убивать клетки человека. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ